В уборке территории Ленинского района приняли участие около полутора тысяч человек. На расчистку территории после зимы вышли сотрудники администрации, предприятий и учреждений, волонтеры и местные жители. Наводили порядок в четырех скверах, примыкающих к площади Куйбышева, а также на улице Ленинска и Мичурина. Глава района Елена Бондаренко трудилась на улице Дачная. Мы готовы принять всех желающих волонтеров, дадим инструменты. Всем вместе надо навести порядок и чистоту в нашем любимом Ленинском районе. Вклад каждого в деле наведения чистоты и порядка на территории района очень важен. Участники субботника собирали опавшую листву, бытовой мусор, очищали от старой краски ограждения. Я житель Самары, родился здесь. И мне очень приятно, когда у нас чистые газоны, чистые дороги и вообще зеленая травка, без грязи, дети гуляют. Это мой район, я здесь живу, поэтому по этой причине я здесь присутствую. Я считаю своим долгом гражданина и жителя Самарской области города Самары принять участие в уборке своего города, причем после зимы, которая была у нас, скажем так, бурной, и принять участие, скажем так, в озеленении и в уборке территории конкретного Ленинского района. Особое внимание во время уборки территориям, преобразованным по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 22-м году во дворе по адресу Прибрежная, 10, Маяковского, 2, Волжский проспект, 33 появилась спортплощадка. Теперь жители следят за ее состоянием и убирают прилегающую территорию. Всех жителей призываем, всех к тому, чтобы голосовали. Сейчас проходит также голосование открытое по благоустройству, так скажем, нашего города за определенные площадки по программе «Комфортная городская среда». Ну, площадка жителям всем нравится, выходит заниматься, но мы стараемся поддерживать ее в чистоте и порядке. Напомним, до 30 апреля продолжается голосование за общественные пространства областного центра, которые могут быть благоустроены в 25-м году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего в голосовании участвуют 20 территорий. Проголосовать за территорию можно на сайте 63.городсреда.ру, а также авторизировавшись на госуслугах. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События.